Встреча Драги и Альрика стала поворотным моментом в истории войны. Именно тогда Альрик, которого племена и падшие назвали «несущим хаос», открыл Драги настоящую природу тех, с кем им пришлось столкнуться. Несмотря на кровавую вражду между расами, Драга не мог отвергнуть правду. Теперь он понял, что ждет его впереди. Конфликт с отцом, чье безумие больше нельзя было отрицать. Маги серой башни уничтожены, отец. Конечно, именно это показывали мне великие духи. Наша судьба определена. Маги погибли не от рук воинов племен. Когда мы пришли, они уже были мертвы. Да? Нас опередили твари из бездны. Люди называют их падшими. Глупец. Значит, то, что я слышал, правда. Ты статнулся с врагом и не вынул свой меч из ножен. Доставил Альрика, несущего хаос, в живых. Он не ищет войны с нами. Он борется лишь с армией падших. Я тоже сражался с ними. Их цель – уничтожение жизни. Это они, наши враги. Эти падшие существуют только в умах трусов, избегающих битвы. Поглянись вокруг, отец. Я говорю тебе о падших. Призраках, которых видят только трусы. Конечно, это они великие духи, которых слышишь только ты. Следи за своим языком. Эти твари существуют. Их воинство неисчислимо. Их почти невозможно остановить. Чем больше мы их убиваем, тем больше их становится. Как саранча, отец. Эй, да это... К нам пришел Альвик, несущий хаос. Я говорил с ним. Он не инквизитор Антараса. Он силен и знает о чести. Болван! Ты не понимаешь, что ты сделал. Ты предал великих духов. Ты посмел вести переговоры и обмениваться клятвами с человеком. С врагом наших племен. Духи завладели твоим разумом. Они говорят только с тобой. Твое безумие ослабило племена. Ты просмотрел настоящего врага. Он говорит правду, Тайрон. Мы должны объединиться с людьми. Иначе падшие уничтожат нас. Дураки! Если вы не со мной, значит вы... Мои враги. Когда-то я знал великого воина. Он объединил племена и справедливо правил ими. Он был моим отцом. Передо мной же стоит безумец. Ты не мой отец. Слушайте же, я изгоняю Драгу. Он больше не сын Тайрона. Он мой кровный враг. Я убью тебя, как грязного орка, если встречу еще раз. У отца, похоже, реально вообще бомбанул не по-детски. Здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Алексей. На очереди у нас следующая миссия компании варваров, которая будет крайне тяжелой. Но об этом чуть позже. Это варвары. К оружию, солдаты. Всем приготовиться. Драга, сын Тайрона, ты нашел меня? Успокойтесь, солдаты. Я больше не сын Тайрона. Альрик, несущий хаос. Я пришел ради своих племен. Теперь ясно, что мы должны объединиться против падших. Тогда у нас появится надежда. Этот союз не будет вечным, маг. Когда враг будет уничтожен, мы разберемся со своими делами. Так тому и быть. Спорить будем позже, если выживем. Хорошо, что мы понимаем друг друга. Падшие распространились по земле, как чума. В этом засиле тьмы остается надеяться только на то, что у них еще нет сердца бездны. Оно хранится в обсидиановой башне. Наш путь лежит именно туда. Ты прав. Тревога, на нас напали. Паши у нас за спиной. Отомстите за наших братьев. Ну что, ребят, поехали мстить. Забрасываем наших рабочих на ресурсы. Как я уже сказал, миссия будет крайне трудной, но я думаю, что у нас все получится. Так, ребят, давайте, значит, построим немножко зданий. Вот. У нас дается небольшая база, а справа от нас, собственно, империя, которая нас охраняет какое-то время, да? Ну, пока ее саму, собственно, не размотают, да? Но я думаю, что до этого не дойдет. Так, ну что, хорошо, значит, делаем начальное здание, и потом уже будем, собственно, строить рабочих и отправлять на ресурсы. Пока все как-то очень плохо, потому что, хе, собственно, ну, как и всегда, да, пока здания такие начальные не построятся, мы, собственно, толком делать ничего не можем. Давайте сразу следующее здание по быкам. Оно нам понадобится. Уже атака, нифера себе. Дело в том, что эту миссию на шару пройти не получится. Ну, то есть, я уже как-то записывал эту миссию, но у меня пройти ее не получилось. И поэтому я уже изучил карту, да, то есть, разработал какую-то стратегию для того, чтобы убить врага. Потому что, как я уже сказал, миссия крайне трудная. Слава нашему племени! Ваши распоряжения! Разведчики, вперед! Я хочу знать их слабые места. Ну что, ребят, давайте, значит, сразу создаем побольше быков. Это нам понадобится, да, для того, чтобы строить нашу армию! Армию! Каково задание? Большую и непобедимую. Значит, здание по вышкам можно построить. Еще, в принципе, казарма сюда влазит. Ага, отлично! Делаем побольше быков. Я специально... Дело в том, что воина послал в другой конец карты, а здесь есть ресурсы, да, которыми можно поживиться. И на старте это, скажем так, очень хорошая тема. Это нам, я думаю, что поможет. Все, и отправляемся назад. Ну что, значит, главного героя в бой мы бросать не будем, по той же причине, что его просто могут размотать. В общем, не стоит рисковать. Я думаю, да? Так, ну что, продолжаем строить быков. Значит, наша задача какая? Сделать немножко защитных вышек, потом, значит, построить войска и пойти в атаку. Хе-хе. На самом деле не все так просто. Мы с вами должны еще отправиться на другой конец карты, захватить вторую базу, и только потом уже все остальное. В общем, у нас, ребята, сегодня очень оживленная и активная программа, которая предстоит нам. Э-э-э, хорош, хорош, хорош. Куда-то побежали. Не надо никуда бежать. Стоим на базе и улыбаемся. Хе-хе, все хорошо. Слушаю. Ну что, значит, здания у нас готовы, а давайте отправляемся на строительство вышек. Нужно хотя бы какую-то часть построить, да, чтобы атаки врага отбивать. А, атаки врага здесь будут достаточно сильные. Так что к этому надо быть готовым. Продолжаем, ребята, строить бычков. Как можно больше, да? Кстати, можно точку выхода сюда прям поставить, потому что они нам понадобятся. Вот, строим, значит, здание, которое позволяет строить наших самых простых стрелков. Это нам как раз понадобится. Делаем улучшение на вышке также. Ресов становится крайне мало, но с этим ничего не поделаешь. С этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Ну что? Ребят, значит, у нас задача какая? Захватить вторую базу, как я сказал. По-етому, по-етому, да? Ну тогда ждем, когда построится хотя бы небольшая армия. Вот чертяга, уже атакует. Ну, достаточно хорошая атака, но хорошо то, что нам помогает, собственно, Империя, да? То есть, стоит ему напасть на меня, да, то Империя сразу вмешивается. И это не может не радовать. Во, размотали. Отлично. Ну что, ребят, давайте, значит, наших стрелков усаживаем по быкам. Вот, нам сейчас нужно отправиться в то место, где у нас, собственно, есть вторая база. Но не все так просто. Дело в том, что туда можно попасть только с помощью облачка, да? А для того, чтобы его прокачать, это нужно, получается, построить здание... Какое здание? А, алтарь воскрешения. Хорошо. Создаем алтарь воскрешения, возвращаемся назад. А то есть, я специально сделал несколько рабочих, да, которые отправятся, собственно, строить нашу вторую базу, да? Вот. И там есть еще также немножко войск врага, которых нужно убить будет. Че такое? А, древесины не хватает. Хорош. Я вроде послал пару рабочих, но этого, по всей видимости, не хватает. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ребят, давайте восстановим здоровье. Значит, быки строятся хорошо. Ну что, я думаю, что этих стрелков хватит для того, чтобы отбить те войска врага, которые там есть, да, которые, собственно, не дадут нам построить вторую базу нашу. Но, как говорится, где наша не пропадала. Восстанавливаем здоровье. Во! У нас есть сразу магичка, так что можем воспользоваться ей, да, для того, чтобы кастануть облачко. Кстати, пока ничего не происходит, давайте еще одну магичку построим. Вот. Ну, пусть мана скапливается, потом можно сделать это улучшение, да, которое позволяет увеличивать ману у тех же ведьм. И не только. Хе-хе-хе. Так, что-то с деревом, какая-то вообще печалька. Я не знаю, может, еще пару рабочих построят для того, чтобы захватить побыстрее, дерево, да, побольше, побыстрее. Отлично, здание готово, значит, ребят. Изучаем облачко. У нас еще буквально-таки скоро построится одна ведьма. Вместе с нашими войсками мы эту ведьму отправим на нашу вторую базу. Для того, чтобы потом их вернуть, да? Я слушаю. Так, ну что, отправляйся на дерево. А то с деревом какая-то печалька. Кстати, можно сразу атаку-защиту поделать, это нам поможет. Йента нам поможет. Хорошо. Следующая башня готова. Можно еще одну заказать. Я готов. Так, ну что там с ведьмой? Ведьма готова. Отлично. Ну что, вот такой вот небольшой отряд у нас отправится, собственно, на вторую базу. Вот, сейчас как только облачко доделается, мы используем нашу способность и переместимся на вторую базу, которую надо будет захватить, обустроить и все прочее. Самое главное продержаться, да? Потому что враг постоянно атакует и нужно с этим что-то делать. Я пока денежки не трачу специально для того, чтобы, собственно, потом поставить вторую базу. Все, ребята. Давайте, значит, делаем облачко. Так, Драга, погоди, куда ты собрался? Этим отрядом сразу отправляемся на вторую нашу базу. Сейчас, как только мы ее поставим, у нас уже с денежками будет все получше. Летим дальше. Так, ну что, значит, давайте заказываем побольше быков, наверное, да? Надо продолжать... А, стоп, какие быки, ребят? Я же лечу на вторую базу, да, чтобы ее, собственно, поставить. Какие быки? Нам пока что резы нужны. Ну что, вот наш небольшой отряд. Можно я, можно я? В атаку. Я буду надеяться, что этих войск нам хватит. Рабочих не подставляем. Тут есть немножко войск врага, но мы спокойно разберемся, я думаю. Так, хозяин, можно я, можно я? Я слушаю. Ну что, проходим вперед. Можно я, можно я, хозяин? Да. Бычками тоже проходим вперед. Слушаем. Во, отлично. И давайте, ребят, сразу закажем вторую базу, да? Чем скорее построим, тем лучше. И буквально можно еще пару ушек заказать, да? На всякий случай. Можно я, можно я? Чтобы не было никаких залетов, перелетов. Ну что, значит, база у нас первая. Все пока хорошо, все нормально, да? Улучшения делаются. Кстати, может все-таки побольше, наверное, строителей на дерево бросить. Ох ты, чертяга, опять это кульдыш. Что ж такое это? Ну, так или иначе, у нас уже вторая база сейчас будет построена. И с рейсами, я думаю, все будет получше. Ну что, значит, ребят, забираем те войска, которые здесь есть. Мы, значит, должны вернуться обратно, потому что здесь уже, собственно... Да здесь они уже и не нужны. Ммм, можно, знаете, как сделать? Ладно, возвращаемся. Дело в том, что справа находятся рейсы тоже, да, которые можно захватить. Но сделаем это чуть позже. Сделаем, ребят, чуть позже. Возвращаемся на базу. Сейчас как только вторая построится, у нас по рейсам все будет намного лучше. Сейчас пока приходится какое-то время терпеть, да? Выпадки врага. Есть такое. Так, забираем быков сверху. Ну что, по дереву более-менее ситуация нормализовалась, да? Делаем улучшения, продолжаем. Так, рабочие, что с тобой делать? Ладно, пока стой здесь. Если что, потом понадобишься. Ммм, давайте одного быка для того, чтобы восстановить здоровье. Во, какая у нас армия хорошая и непобедимая. Так, давайте стрелков закажем побольше. Ну что, вторая база, давай скорее струйся, потому что чем быстрее она построится, тем быстрее мы сможем добывать рейсы. Больше рейсов, богу рейсов. Ха-ха-ха. С кристаллами все хорошо, с деревом тоже, а вот с золотом, как всегда, проблема. Кстати, пока строятся мои войска, в комментариях человек предложил такую интересную идею по поводу того, как лучше бафать наши войска. Дело в том, что, имея несколько баз, да, мы можем тут прокачать навык, да, и спустя какое-то время на второй. Таким образом, заканчивается баф с первой базы и начинается баф со второй. Прикольная тема, я тоже как-то думал насчет того, что можешь сделать так, да. Вот, и мне человек в комментариях написал, типа, чувак, попробуй так, это реальная тема. Да, я абсолютно согласен, обязательно, когда пойдем в атаку, так и сделаем. Ну что, ребят, продолжаем строить войска и уже потом пойдем в атаку. Я вот еще что подумал, может нам тролли построить, потому что стрелки это, конечно, хорошо, но нужна какая-то, скажем так, силушка богатырская, да, которая позволит какое-то время сдерживать натиски врага. Поэтому я думаю, что так же построим немножко троллей, да, вот, и уже потом вместе с ними пойдем в атаку. То есть, одних стрелков посылать в атаку, я думаю, что это очень глупо. Вот, ну как-то так, восстанавливая вышки. Ах ты, черти ага, он создает порталы, а при том, что его база находится под землей. Вот, это нам потом еще придется только уничтожить. Я знаю того, кто это сказал. Его зовут Ван Гаррет. Он пес лорда Керана. Они вдвоем поведут армию падших против наших рас. Пусть попробуют. Я собственными руками откручу голову этому Ван Гаррету. Но врата сейчас опаснее его. Наверное, врата находятся под землей. Нужно послать подземелья наших воинов и ударить по тварям на их территории. Гномы-шахтеры построят для нас тоннель, через который мы спустимся вниз. Так, ну что, хорошо, ребят. У меня уже все готово для того, чтобы пойти в атаку. Делаем следующим образом. Заказываем улучшения на наши войска, да? Пусть оно какое-то время делается. Ну, а потом уже такое же улучшение закажем на второй базе. Вот, собираем наши отряды в кучу, да? И идем выносить врага. Надеюсь, что тех войск, которых я построил, их хватит. Давайте можно троллей побольше заказать. Продвигаемся дальше. Героя я нашего не беру, да? Чтобы он не отдался в атаке. Значит, улучшение почти... А, почти готово, говорю. Смотрите, значит, почти 30%. Заказываем здесь. И как только оно доделается в первом, собственно, нашем здании, да? На первой базе. Через какое-то время оно также активируется еще и на второй. Что, в принципе, хорошо. Ну что, ждем здесь. Значит, там чуть ниже находится база врага. Давайте закажем побольше наших войск. Я в любом случае буду наши войска отдавать в атаке. Не без этого. Так просто победа нам не достанется. Я чувствую. Ну, как говорится, где наши не пропадало, да? Разберемся, ребята, разберемся. Так, сколько там осталось по времени? Осталось буквально немного и уже можно идти в атаку. Уже можно будет идти в атаку. Кстати, давайте сразу этих троллей посылаем через атаку в другой конец карты, да? Как раз таки они пока дотопают, пока туда все. Я думаю, что мы уже пойдем в атаку. В атаку на врага. Заказываем побольше стрелков. Ну что там с улучшением? Постоянно сидишь и ждешь. Когда оно доделается? Когда оно доделается? Ладно, ждем, ждем, ждем. Еще буквально немного, да? А, кстати, можно выступать, потому что быки же достаточно медленные, ребята. Как раз таки пока дойдем, пока туда все. Так, аккуратно проходим вперед. Где-то здесь уже должна быть его база. Ребята, еще раз напомню, что просто не будет. То есть там база достаточно жесткая. Так что придется попотеть, чтобы ее вынести. Все, улучшение доделалось. А вот, кстати, его база. Ох, я сейчас думаю, мы порвем просто врага, да? Порвем просто в клочья. Давайте бафать наши войска также. Ну что, будем надеяться, что этих войск, которые я построил, хватит, да? Для того, чтобы пробить его оборону. Неплохо он так меня уже покоцал, но я думаю, что справимся. Быков достаточно много, так что, я думаю, сможем затащить. Тролли, быки тут, каждой твари по паре просто. Кстати, быков, наверное, чуть дальше отведем, да? Чтобы они на вышках не отдавались. Хотя, с другой стороны, я думаю, что у нас и так все получится, да, ребят? Можно сказать, что мы успешно пробили его базу. Ну, по крайней мере, начальные войска. Но остальное осталось разве что дело техники, да? То есть добить просто все, что у него здесь осталось. По воздуху, по земле и не только. Просто продвигаемся вперед. Фу, наконец-то. Потому что вот эти атаки, которые он делает, они, конечно, делают вырванные годы. Но это уже в прошлом все. По крайней мере, с одной базы, так он точно уже атаковать не сможет. Все, продвигаемся, продвигаемся. Во, в атаку! За родину! За варваров! Но, как сказал Драга, что это союз временный. Так что не стоит обольщаться. Через какое-то время потом они уже нападут и на империю. То есть не все так просто. Ну что, у нас уже готов следующий отряд. Забираем. Троллей тоже забираем. А, все что ли? Продвигаемся дальше. Хиленькая, хиленькая у тебя база была. Спокойно мы ее размотали. Так, значит, вот эти войска можно возвращать на базу. Ну что, ребят, поздравляю. У нас успешная первая атака, да? С первого раза мы пробили. Я, если честно, сомневался, да? Думал, что придется подстраивать еще больше войск. Но нет, все получилось. Давайте сразу делаем улучшение. Баф наших войск, да? И потом уже можно сразу пойти на следующую базу врага. Можно пойти сразу на следующую базу. Давайте бафнем наши войска, чтобы они... Они как-то стоят, вообще не атакуют ни хера. Давайте в атаку. Вы что там встали-то? В атаку, в атаку, не стесняйтесь. Полностью выносим эту херобору всю. Еще отряд у нас уже готов. Давайте, ребят, побольше быков закажем. Неплохо так мы, да, размотали его? Заказываем побольше быков. Заказываем побольше стрелков. Как у нас в рифму все, да, получается? Так, что там по улучшениям? Улучшения, которые я хотел, они, в принципе, сделаны. Это атака, защита на стрелков. Ну и все, как бы, да, здесь противник обосрался полностью. По крайней мере, его база. Так, а на второй? На второй я не успел заказать. Хорошо, ладно. Пока туда-сё, продвигаемся дальше. Лихо, лихо мы, да, ребят, с вами? Очень даже лихо. Потом можно сразу, как я уже сказал, атаковать его следующую базу, да? То есть, не тянуть как-то за хвостик. А, нет, смотрите, в атаку все равно идет. Все равно чертяга идет в атаку. Ну, так или иначе, этой базы он уже лишился. Ребят, отправляемся на следующую. Отправляемся на следующую. Так, усаживаем вот так, вот так. Вот так. Прикол в том, что, я не знаю, мы, может, даже следующую базу врага пробьем с полшелчка. Ну что, ребят, все готово для атаки, да? Тут еще войска сверху наши подходят. Сейчас всем как наломимся, наломимся, да? И врежем по врагу. Где-то здесь примерно его база находится. Даже если не получится пробить с первого раза, ничего страшного. Пробьем со второго. Если надо, с третьего, да? И так до бесконечности. Все, проходим вперед. Проходим вперед. Сейчас у нас, я думаю, все получится. Бафаем наши войска. Напомню, что этот баф увеличивает урон наших войск. Но тем самым они больше урона получают. Так что такое. Нужно, скажем так, аккуратно использовать эту способность. Скажем так, думать, да? Куда ты юзаешь и чего ты юзаешь. Проходим вперед. А вот и следующая база врага. Терачим, терачим. Так, ребят, а на базе, значит, давайте сделаем следующим образом. Давайте построим несколько наших магичек, да? Только я упираюсь в лимит. К сожалению. Ну ладно, хорошо. Сейчас как раз в атаке мы части войск по-любому отдадим. И лимиты у нас освободятся. Проходим вперед этими войсками. Тоже в атаку. Ну как у нас лихо, да, ребята? Получается все. Чьи души вам нужны? Так, а ведьмы полностью истратили свою ману. Кстати, по поводу маны. Давайте прокачаем. А, у нас что-то... Ага. Башня ящеров. То есть, для того, чтобы прокачать ману, да, нашим ведьмам, нужно еще построить дополнительное здание. База пачек. До свидания. А то я, главное, нахваливал пачек. Нахваливал, что они такие хорошие и такое, и сякое. Они пошли на меня в атаку. На святое покусились. На меня. Можно я? Можно я? Вот. Все. Пачек. Прошла любовь, завяли помидоры. Больше я с вами не дружу. Я, главное, спокойно развиваюсь. Никого не трогаю. Как бы, да, все хорошо. Нет, они атакуют и атакуют. Ну ладно, как бы. Хер с тобой божья коровка, да? Разберемся, разберемся. Так, забираем, значит, магичку с собой. Ой, она нам еще пригодится. Это я все готовлю себя к тому, чтобы пойти забрать еще резы. О которых я все говорил. Вот. Но никак дойти до них не могу. Нужно это исправлять. Проходи вперед. Ну что, база-то твоя стухла, падшие, а? Что тут мне тут ругался на меня, типа, да я вас разматаю, ага. Разматывалка не выросла. Опять эти порталы открываются. Да что ж такое-то? Не, ну войск у империи еще пока вроде есть, да, войска? Так что я думаю, что держится. Держится, чувак. Ну что, ребят, пока там, собственно, база падших умирает, да? Давайте отправимся за резами. Ой, не то, кастанул. Ой, 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 ой. Ой, я вот что творю-то, вообще жесть. Во, вот что нам нужно. Все, полетели. Сейчас заберем резы. Там, кстати, не только резы, есть еще лечилки. В общем, есть много чего, да, что нам в бою пригодится. Ну, а у базы падших осталось буквально несколько зданий для того, чтобы с ней полностью расправиться. И остальные базы, которые у него есть, они находятся под землей, как нам, собственно, и сказали. Туда мы отправимся чуть позже. Все, ребята, поздравляю. Вторая база падших упала. Остались разве что те базы, которые находятся под землей. Ну что, ребят, готовы собрать резы? Тут проблема в том, что есть куча воздушных войск, которые надо еще размотать, да? И получится у нас это сделать или нет, остается под вопросом. Я думаю, справимся, у нас достаточно много стрелков с собой. Во, 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 вот эти драконы, что это, виверны? Очень опасная штука. Проходим вперед. Но там резы, там достаточно много резов, так что оно того стоит. Не зря, не зря я сюда просто отправился. Все, и давайте высажим наши войска. Ну что, получится пробить? По урону. Давайте посмотрим. Я думаю, что да. Ой, магичку отдал. А прикол в том, что я наши войска потом на базу не верну. Ну то есть, они убьют драконов этих. Да, не вопрос. А потом как я возвращаться буду? Это мне надо опять магичку гнать, собственно, с нашей базы. Ладно, пригоним, не вопрос. Но они, кстати, живучие. Смотрите, ребят, неплохо они так меня покоцали. Очень даже неплохо. Давайте, ребят, пособираем резы. Давай уже, умри. Можно я, можно я? Все, проходим вперед. Собираем резы. Тут, вы видите, и резы, и хилка. Тут чего только нету, да? Можно все пособирать беспалево. Но это, я думаю, что хорошее вознаграждение за наше мучение. Собираем абсолютно все. Вот это, кстати, прикольная тема. Она, значит, дает дар жизни, да? То есть, используя на нашего главного героя, если его убьют, то он воскреснет. Но проблема в том, что я его, собственно, держу на базе, да? И в бою толком-то и не использую. Так что такое. Не, ну вообще, айтем, кстати, прикольный, да? То есть, кастушный герой. И у него появляется второй шанс на жизнь. Ну что, ребята, значит, нам нужно, получается, пригнать ведьму сюда. Вот. И уже потом отправить наши войска обратно. Кстати, я смотрю тут, а на второй базе уже резы закончились. Это же не знаю. Ну, кстати, мы можем, знаете, что сделать? Мы можем отправить их под землю. А под землей есть еще одна база. Вот. И там уже поставить. Ну, я не знаю, понадобится нам это или нет. Как бы с резами у меня проблем нету. Вот. Ну, у нас два варианта. Либо мы идем под землю и ставим еще одну базу, да? Либо мы убиваем этих рабочих, чтобы они занимали лимит. Тут уже, как говорится, смотрите сами. Фу. Наконец-то мы добрались. Ну что, ждем, когда мана у нас восстановится. Дело в том, что нужно 150 маны, да? Чтобы костануть облачко. Вот. И потом уже эти войска вернем просто на базу. Потому что, ну, не дело, да, что они здесь остаются. Так. А наши отряды уже как-то собираем. Они нам уже скоро пригодятся. Да, хозяин! Они нам пригодятся. Мы скоро буквально-таки уже отправимся в подземелье. И будем разматывать падших именно там. Ну что, ребят, почти все готово. Значит, суперотрядом отправляемся в шахты, да? Чтобы спуститься в подземелье. Может показаться, что я достаточно просто и легко прохожу эту миссию. Но на самом деле это не так. Потому что, как я уже сказал, я несколько раз ее переигрывал, да? То есть разрабатывал тактику, стратегию. В общем, придумывал, как же мне убить врага. И дело в том, что я много раз умирал, много раз он меня пробивал, убивал и так далее и тому подобное. Отправляемся под землю. Так. Надо рабочих отсюда забрать. Ну, у нее еще купится мана. Вот. Но сделаем это чуть позже, значит. Вот такая у нас огромная гапшара, да? Давайте, значит, в нашем здании главном прокачаем нашу способность. Все. И выдвигаемся на противника. До его базы здесь не близко, так что путь нам предстоит долгий. Но я думаю, что мы справимся. Вот, собственно, наша база, которую мы, я думаю, что скоро займем. Так, давайте отправлять... А, стоп. Давайте понизу, понизу. Хотя мы можем и по верху пойти на базу врага. И там еще по дороге будет еще одна база, которую мы можем занять. Вот, значит, что там улучшение делается? Улучшение делается. Хорошо. Давайте сразу на этой базе закажем улучшение. Как раз пока мы топаем, да, пока туда все, у нас как раз доделается улучшение. И мы сможем пробить врага. Прокрайней мере, я на это надеюсь. У нас уже очень много отрядов. Я даже новые пока что не заказываю. Хотя быков можно и заказать, да, почему нет? Быки-то лимит не занимают. Закажем побольше быков. Пусть они строятся. Ну и как только наши отряды размотают, мы, собственно, построим новый и пойдем еще раз в атаку. Пока вроде все хорошо. Быки просто еле перемещаются. Это очень долгий, сложный процесс. Отправляемся выше. Что там с улучшением? Ну как раз, ребят, как раз. Оно доделается, и мы дотопаем до базы врага. Тролли идут в атаку, в первую очередь. Это немножко неправильно. Очень узкие проходы-переходы заставляют, собственно, здесь немножко потолпиться. Так, стоп, ребят. Дело в том, что база уже достаточно близко его, да? Нам нужно дождаться улучшения из нашего главного здания. Без него никуда. Давай уже доделывайся. Доделывайся, осталось буквально немного. Еще буквально пару секунд, да? И мы пойдем в атаку. Во, наша армия какая непобедимая. Надеюсь. Надеюсь, что непобедима. Все, ребят, погнали, погнали, погнали. Осталось буквально еще считанные секунды, да? Улучшение доделается, и мы сможем уже полноценно пробить, я думаю. Также будем использовать восстановление здоровья, не без этого. Ну вот она, собственно, база врага. Очень хорошо охраняется. Так что придется немножко попотеть, я думаю. Хотя с нашими отрядами, да, что переживать. У нас очень большая армия. Давайте, кстати, тролли, тролли, тролли. Хорошо. Очень много войск разных шерстных у нас, да? Давайте как-то улучшать. Вот так. Бам! Восстанавливаем здоровье нашим войскам. Он меня еще также замораживает. Но это, я думаю, что его не спасет, потому что вы сами видите, какая у меня огромная толпа быков. И не только тролли тех же самых, да? Все, ребята, пробили, пробили. Кстати, на этой карте есть также еще дополнительный квест. Ну, ради интереса, если хотите, я просто его возьму, да? Я даже не знаю, кем сбегать. Кто у нас тут самый быстрый, самый шустрый? Ну, давайте вот так спрыгнем, да? Он находится примерно здесь. Противник атакует его постоянно, нашего союзника, но это лишь какое-то время. По крайней мере, первая база, я думаю, что подземная у врага уже упала. Осталось буквально немного. Можно, кстати, сразу заказать следующее улучшение, пусть оно делается, да? Восстанавливать здоровье нашим войскам. Вот, и сейчас отправляемся брать дополнительный квест. В дополнительном квесте фишка в том, что там нужно убить лича, который проклял, проклял наших товарищей. Ну, а наши товарищи, это небольшой отряд, скажем так, берсеркеров, которые присоединятся к нам. Но я делать его не буду, потому что он реально муторный, потому что лич достаточно живучий, да? А то, что мы получим, вот этот отряд берсеркеров, он такой себе. Ну, вот, собственно, здесь он и находится. Кто ты? Из какого клана? Я принадлежу клану Кровопийц. Кровопийца? Это невозможно. Ваш клан погиб во времена Смуты. Мы попали в ловушку, когда охотились за сокровищами в ближайшей башне. Мертвый колдун Лич превратил нас в это. Мы прокляты. Заклинаю тебя великим духом, найди и убей Лича. Моя помощь имеет свою цену, Кровопийца. Я освобожу тебя, если ты принесешь мне клятву верности. Согласен? Да, клянусь. Вот как-то так. А Лич находится примерно вот здесь сверху, да? Убив его, мы получим отряд берсеркеров в свое распоряжение. Ну, опять же, ребята, такая прохладная история, потому что, как бы, берсеркеров я и сам могу строить. Нахера мне мучиться? Тем более, что Лич, он там нихера не слабый, да? То есть, он достаточно хорошо раздает. Так что такое. Ладно, ребят, идем дальше. Дальше в атаку на следующую базу врага. Последнюю, должен сказать, да? То есть, все, это уже все, что у него осталось. Вот, можно было у него здесь тоже базу захватить. Беспалево тогда. Но я уже это делать не буду. Думаю, что тех войск, которые у нас есть, хватит для того, чтобы пробить его следующую базу. Тем более, улучшение у нас сделается. Вот. Ну, и также у нас есть еще немножко хилок, которыми мы можем воспользоваться. А я вообще третью базу так и не захватываю, да? Как-то так вот вышло. Ну, резов много, как бы, зачем заморачиваться, да? Хотя рабочих тогда можно было и слить. Для того, чтобы как-то освободить лимит. Все, идем в атаку. Восстанавливаем здоровье наших войск. Так, где там у нас ведьмы-то? У них маны нет, нихера. Вот это, конечно, плохо. Меня зовут Алёха. Все, проходи вперед, ребят. Ничего не знаю. Просто вот так проходи вперед и атака. Я думаю, мы спокойно справимся с этими спрутиками. Прикол в том, что это такой юнит, которого у нас не было, да? То есть в компании падших такую херобору мы строить не могли. Но он какой-то слабый, да? То есть здоровья вроде много, а урон... Хотя, смотрите, броня неплохо у него. Восемь. А, какой восемь? Девять даже. Нихера себе брони. Девять брони. Неплохо. Все, ребята, все. Вот его вся оборона. Пробили просто на изи. Нет, тут остаются также еще войска, но я думаю, что это вопрос времени, когда его база упадет. Так, что там по ведьмам? У ведьм есть немножко маны. Давайте воспользуемся способностью, которая увеличивает урон на время. Ну, как-то так. Не, в принципе, вот эта штука неплохая, да? То есть урон хотя такой себе, но защиты было много. Защиты было много. Не знаю, как бы я не строил, поэтому не могу сказать, хорошая эта штука или плохая. Просто у нас такой не было, да? Как-то так. На похер просто разматываем все и вся, что здесь есть у врага. Тролли, стрелки тут просто на изи все разбирают. Мы тупо взяли числом, да? То есть задавили мясом, так скажем. Но прикол в том, что стрелки, используя бумеранг, атакуют как раз несколько целей. Вот. Так что я думаю, что это как раз и помогло нам. Потому что у него была куча войск, особенно воздушных. С которыми нужно было как-то справляться. Проходим вперед. Все. Мы уничтожили подземную базу. А это значит, что... А это значит, что это последняя база. Потому что базы, которые сверху, мы уже пробили. Я так понимаю, что осталось только добить вот эти последние здания и все. Да? Основной квест тоже завершен. Хе-хей. Поздравляю, ребят. Поздравляю. Остались разве что только рабочие в стазисе. Драга, я нашел тебя. Мастер Сеф, что привело вас сюда? С тех пор, как ты ушел, дела идут все хуже. Тайрон сошел с ума. Он во всем видит козни и предательства. Мой отец потерян для нас. Он нарушил клятву, данную моему народу. Он проник на наши земли и хочет открыть запретное святилище. Он лишился ума. Ему больше не нужны земли. Вся его воля направлена на разрушение. Уже тысячи лет наша королева спит под драконьей горой. Безумие Тайрона погубит нас. Его нужно остановить. Драга, у меня плохие новости. Армия падших захватила обсидиановую башню. Теперь сердце бездны в их руках. А полнолуние осталось недолго. Потом они проведут церемонию. Нужно помешать им. Это наш последний шанс. Нам грозит еще большая опасность. Мой отец в своем безумии решил призвать тьму, равную падшим. Я должен остановить его. Мы окружены со всех сторон. Делай то, что должен. Меня ждут у башни. Я приду туда. Мы встретимся у башни до полнолуния. Даю слово. Меня погодит то, что они говорят, что вроде отец их призвал к какую-то тьму. И по всей видимости нам придется бороться и с его отцом, и с падшими. Ну по крайней мере хоть империя теперь за нас. Хотя буквально стоит закончиться войне. По всей видимости они продолжат свои распри по поводу земель. Кстати в этой миссии мы могли строить демонов. Но они мне крайне не нравятся. Потому что у них достаточно слабый урон, плохая выживаемость. И я пробовал даже одну из стратегий атаковать врага именно демонами. Вот. На них тратится куча резов. А по факту ты толком ничего не получаешь. Так что они казалось бы вроде крутые, да, на первый взгляд. Потому что там достаточно долго до них развиваться. Но по факту они мне крайне не понравились. Так или иначе, что будет дальше мы узнаем уже в следующих видео. А на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Ставьте большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакт. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.